Дело в том, что в каждом времени для человека, который работает по-честному, есть свой интерес. В то время, когда я начинал, допустим, делать фильмы, это середина 80-х, до этого я работал на телевидении, тоже было очень интересно. Потому что это было время, когда я учился, когда я становился профессионалом, огромное количество прекрасных людей, которые рядом со мной работали, от каждого из которых можно было что-то, чему-то научиться. И сам по себе процесс обучения, обучаемости, самообучения был очень невероятно интересен. Когда ты делаешь потихоньку профессиональные открытия, когда ты понимаешь, как можно работать, когда ты понимаешь, как интересно посмотреть на мир, посмотреть как-то иначе, немножко не так, как смотрят другие художники. То есть время открытий у каждого молодого человека в творческой судьбе всегда есть такое время, он его переживает, время открытия. Поэтому то время, оно для меня было очень ценным, ну и я был моложе, конечно, поэтому там было намного, очень интересно в этом смысле. А что же касается тем, то, конечно же, вот момент перестройки, он сыграл очень интересную роль. И я не говорю, что положительную, кстати. Положительную только в одном смысле. Снятие самоцензуры. Все мы были так воспитаны советской властью, что у каждого из нас была самоцензура в башке. И мы знали, что вот туда нельзя, там минное поле, там идеологи ЦК, они не пропустят это дело. И вдруг в конце 80-х мы понимаем, что оказывается нормально, и что надо снимать вот эти шоры, которые у тебя выставлены там пропагандой, воспитанием, чем угодно. Поэтому, кстати, я не бросаю камень в тех людей, которые в то время думали и говорили иначе. Я сам думал и говорил иначе. И не только потому, что я там прятался и компромиссно пытался подладиться. Нет. Очень многое было неизвестно, непонятно, и вообще смотрелось глазами такими, как хотели, когда воспитывали нас, как историческую общность советский народ. Надо сказать, что в каком-то смысле это получилось. И поэтому выход за пределы флажков, как в охоте на волков у Высоцкого, это было очень важно. Это тоже интересное время, когда ты, как волк, выскакивал за эти флажки. Это время перестройки. А почему я говорю, что и отрицательный момент в этом был? Дело в том, что если ты волк и прыгнул за флажки, да, а если ты собака, сорвавшаяся с цепи, это немножечко другое. И мне кажется, что очень многие профессионалы, в том числе и я, во многом тогда сорвались с цепи. Если я вам скажу, что в 90-м году я снимал проститутку во время занятий, во время работы, крупные планы, она мне давала интервью, это была моя режиссерская задумка. Или зашел в судмедэкспертизу и снимал вскрытие. И потом только я понял, что нет, стоп, существуют пределы. И вот это было время, финал этого времени для меня лично, он ознаменовался тем, что я понял, что существуют пределы, за которые существуют пороги, за которые мы не имеем права как профессионалы выходить. И это тоже был очень важный момент. Ну и, наконец, следующее уже время, оно невероятно интересно, и оно очень трудно. И это время интересно, потому что на наших глазах совершаются колоссальнейшие переломы общественные, колоссальные переломы государственные, идеологические, технологические, появление интернета. Это же все совпало с взрывом информационной цивилизации, с тем, что я никогда не мог бы представить себе, что я могу лететь в самолете, да, и монтировать кино. Если бы мне в 80-х годах сказали, что я могу сидеть в самолете и монтировать, причем в ХД-качестве, я могу сидеть и на ноутбуке, монтировать там очередное кино, я бы просто расхохотался и сказал, ребята, из какого фантастического фильма вы это взяли, да, а оказалось, что так. Причем это идет разговор не просто, а качественно, что вот, мол, если раньше монтажную можно было увезти только на трех грузовиках, да, а теперь ты ее носишь под мышкой запросто. Дело не только в этом, а дело в том, что изменилось невероятное общество. Невероятно изменилось общество, его представление о том, что ему интересно. И вот попадать в эту струю, вообще, честно говоря, художнику не надо об этом думать, чтобы попасть в струю. Это ремесленники, думают об этом. А по-настоящему-то это не самое интересное, главное быть интересным самому себе. И поэтому, прежде всего, интерес я искал для самого себя. А мне невероятно интересно это время, вот нынешнее время, да, вот как, как это все, чем это все кончится. Смотрите, что происходит, что происходит в мире, что происходит в Беларуси. Невероятно интересно. Плюсы независимого от существования художника состоят в том, что художник снял барьеры, которые находятся в его голове. Это настоящее независимое существование, что он волен выходить на любые темы, которые ему интересны, по-настоящему. Не спекулятивно, а по-настоящему интересны. Это плюс и минус. Там же наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Минус такой, что если ты не выставишь себе нормальные моральные барьеры, то тебя занесет черт знает куда. Что, собственно говоря, и происходит. Очень тонкая грань между моральностью и моральностью, и аморальностью того, что ты делаешь. Очень тонкая грань между честным фильмом и пропагандой. Очень тонкая грань. Ее вообще никто не понимает. Вот я еще не видел ни разу, не слышал ни разу определения пропаганды. Вот в этом смысле. Понимаете? И поэтому вот влететь в нее очень легко и очень трудно отличить одно от другого. Поэтому в этом есть минус. Но я думаю, что настоящие художники разбираются в этом. дело в том, что слава богу существует много фондов с одной стороны, которые помогают сделать что-то. Мировые фонды. В Белоруссии конечно таких фондов нет, но я от этого не страдаю, потому что существуют другие фонды. В Голландии Яна Временов, который мне все время помогает. В Литве есть фонды, которые мне помогают. В Польше есть. То есть существует возможность найти для документального кино достаточное, скромное, нормальное финансирование. Поэтому в этом смысле нет проблем. С другой стороны, невероятно подешевела техника. если когда-то мы с Андроном Кончаловским думали делать фильм о Безенштейне, и он мне рассказывал, сколько стоит аппаратура Full HD High Definition, когда он мне называл эти суммы стоимости одной смены на High Definition, и у меня глаза на лоб подскакивали, так уверяю вас, что эта стоимость была раза в три дороже, чем High Definition весь комплект стоит сегодня. Одной смены. Поэтому сегодня значительно меньше необходимо денег для того, чтобы делать все, можно делать в условиях домашних. и поэтому документалисты более независимы, потому что за крупными суммами у нас очень серьезно отслеживают, а сумму в 2-3 тысячи долларов ну, поди отследи, да, а этого хватает, чтобы сделать, иногда хватает, чтобы сделать хорошее документальное кино. Это во-первых. Во-вторых, именно по этой причине в документальное кино приходят очень независимые люди, у которых есть даже своя маленькая камерка за 300 баксов купленная, там, за 250, за 200, а если поддержанная, так и за 50, даже она может дать достаточное качество для того, чтобы сделать что-то интересное. И поэтому здесь и кроме всего прочего очень резкая политическая ситуация, очень конфликтная политическая ситуация, толкает людей к тому, чтобы делать кино, потому что они видят этот конфликт в обществе, внутри, и они очень многое снимают по этому поводу, это очень интересно, потому что очень часто режиссеры, авторы пытаются найти конфликт, в чем конфликт, где, а здесь он вот, налицо, он здесь существует. Большие деньги они всегда развращают, они не дают возможности тебе нормально работать. Художник должен быть немножечко голодный, чуть-чуть. Это вопрос сложный, как меняется сегодня кино. Вы знаете, мне кажется, что главное достоинство сегодняшнего кино тем, что им могут заниматься очень многие люди. И это же является главным недостатком, потому что в кино пришло огромное количество непрофессионалов, особенно в документальное кино. Это вот даже как с операторским мастерством, да, если раньше оператору необходимо было поставить сложнейший свет, чтобы получить хорошую картинку, то сегодня надо поставить просто хорошую камеру, как правило, и у тебя уже неплохая картинка, да, и впечатление такое, что ты не обучаясь, не умея, можешь все это делать, да, на самом деле это обманчивое впечатление, потому что все-таки если мы считаем, что кино это вид искусства, да, то необходима преемственность, необходимо продолжение каких-то традиций, школ и тому подобное. Этого, к сожалению, нет, это первое. Второе, что очень серьезно мучает документальное кино, это огромная власть над документальным кино, которую получили продюсеры и редакторы телевизионных компаний, при этом, я не говорю, что только российских или только белорусских, вообще мировых, это, как правило, достаточно, как ни странно, во многом циничные люди, которые к своим зрителям относятся тоже примерно так же, как к ним относятся здесь в Беларуси, что зритель быдлый ничего не поймет, поэтому давайте к моему живонину давать. и я с этим сталкивался неоднократно и в России, ну здесь в Беларуси вообще не о чем говорить, да, ну даже и в Европе я сталкивался, когда я показываю там один из своих фильмов, наверное, на Берлинском фестивале, полный зал, люди сидят на ступенях овации, все, нет лишних билетов, все хотят его смотреть, а я спрашиваю телевизионного редактора, а почему же вы не покупаете этот фильм для того, чтобы его показать по каналам, он говорит, да наш зритель его не поймет, я говорю, ну как же он его не поймет, когда вот смотрите, что происходит, он говорит, ну это же специальный зритель на фестивале, а там зал почти на 2000 человек, с одного показа, а таких показов было 4, да, и 8000 человек ломились в зал, и не потому, что там это мой фильм или еще, там со всеми фильмами так, практически со всеми, да, то есть, мне кажется, что вот политика телевизионных каналов в отношении документального кино, она идиотская во многом, это и европейских каналов в том числе, потому что, кроме всего прочего, еще и проблема с критикой, с кинокритикой, она невероятно сложная проблема, о ней еще Ганс Кристиан Андерсон в свое время написал сказку «Новое платье короля», то есть, они очень любят стоять там перед картиной «Черный квадрат» и рассказывать, как это гениально, хотя там нарисован просто черный квадрат, и не более того, я всегда, я понимаю, что как манифест, да, как манифест Малевича, да, черный квадрат, это может быть и гениально, хотя я не вижу гениальности, но когда я вижу людей, которые стоят и делают вид, что они там что-то видят, меня дикий хохот разбирает, но кроме всего прочего, это, вот, этот подход, этот принцип переброшен во многом и на документальное кино, и на игровое кино тоже, какую-нибудь скучищу, длинную, неинтересную, невкусную, да, они начинают рассказывать, как это гениально, есть такое понятие, у нас в советском, в советской культуре, в советском, при советских временах было такое понятие нужный фильм, так это не только советское понятие, это общемировое понятие, нужный фильм, вот нужные фильмы у них тоже есть, это, конечно, очень печально, и также, между прочим, это и с, игровым, и с игровыми картинами, вот я сейчас, я сейчас с огромным интересом смотрю за тем, что происходит вот в российском кино игровом, ну, белорусского, белорусского игрового кино как такового нет, это понятно, потому что, ну, нельзя же все время снимать игровое кино про то, какой хороший у нас президент Лукашенко, а другого кино у нас просто не может быть, да, и не могут художники, кстати, между прочим, о временах, не могут, и им нужны только коллаборационисты художники, но художник не может быть коллаборационистом, художник не может быть компромиссным настолько, чтобы лизать задницу беспрерывно властям, да, художник должен быть в оппозиции, причем к любой власти, даже к самой хорошей, все равно он должен быть недоволен, да, оценки изменились, и они очень неверны, эти оценки. Один из моих последних фильмов «Лоботомия». У меня утро начинается с того, что я открываю интернет и смотрю, а сколько же еще народу его посмотрело? За каждую ночь прибавляется там полтыщи, тысячи людей, тысячи людей, то есть интернет становится замечательным средством коммуникации между художником и зрителем. Я не могу, там, порядка 150 тысяч вот на сегодняшний день людей посмотрел, но где я могу найти аудиторию для того, чтобы я мог 150 тысячам показать? Ну, скажем так, понятно, это 150 сеансов в зале по тысяче человек, что ли? Кто же мне это даст для документального кино? Никто не даст. Интернет дал. Но это только одна сторона. Вторая сторона интернет, вот почему власти, правительства, чиновники, бюрократы, почему они сейчас зашевелились и начинают пытаться ограничить это все? потому что интернет освобождает, очень серьезно освобождает зрителей. Зритель в состоянии выбрать, что он будет смотреть, а что он не будет смотреть. Он плевать хотел на телевизионные программы, настоящий зритель. Только там сейчас, я не знаю, там Охлас какой-нибудь, Любин и еще только сидят и смотрят, уставившись в этот ящик. А люди, которые чуть-чуть уже более, как бы, на большем просто образовательном уровне, да, они уже все, уже вот все здесь. Они там себе выбирают, что они будут смотреть, они оттуда черпают информацию, причем они черпают именно ту, которая им интересна, а не ту, которую им кто-то дает. То же самое с документальным кино. И огромное количество людей, я вижу, творцов, вообще перетекают потихоньку в интернет, и там все это делают. Вот ящик, родившийся в Одессе, как говорят, люди моря, да, вот те, которые родились возле моря, вот когда я был в Амстердаме, например, и увидел эти ветра западные, которые на голландцев дуют, я понял, почему это была, эта трохотная страна стала в свое время империей, вообще полмира захватила, в том числе вместе с Великобританией, с Англией, да, потому что это были люди моря, те, которые понимали, что такое стихия, понимали, что значит идти в волну большую, и кинуться в нее, и пробить ее, то есть это несколько иные люди, белорусы, да, но есть люди степи, есть люди леса, белорусы, люди болота, это не я, это белорусский классик, да, написал люди на болоте, и оно действительно так, это люди совершенно особым своим характером, сказать, что им не хватает, да, ну мне чисто, вот мне кажется, что вот это вот умение и способность прыгнуть в высокую волну, да, чего нет у белорусов, ну, я имею ввиду метафорически, да, чего не хватает, да, мне бы хотелось, чтобы они могли и умели, но с другой стороны, тот, кто прыгает в высокую волну, он не очень любит подчиняться закону, да, и в этом смысле тоже сложно, то есть, наши недостатки есть в продолжении наших достоинств, конечно, на сегодняшнем этапе белорусам все-таки надо решиться прыгнуть в эту волну, потому что в противном случае они просто исчезнут, но у меня, я оптимист в этом смысле, мне вот когда говорят, что вот сейчас, вот смотри, что не вытворяют, а тишина, тишина полная, причем сейчас тишина не просто, а звенящая тишина, сейчас вообще тихо, я все время вспоминаю, как чайник мой закипает, очень интересным образом, вот никогда не смотрели, чайник, знаете, как закипает, вот если его включить, могу даже продемонстрировать, если его включить, он, значит, некоторое время начинает шуметь, шумит, все больше, 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 больше шумит, наконец шум очень сильно идет, это каждый может увидеть это, послушать это дома, да, но перед кипением он замолкает и понесает тишина, идет тихая пауза, и потом вдруг буй-буй-буй-буй-буй, и вот тогда начинается настоящее, вот мне почему-то кажется, что нынешняя тишина, это та самая тишина перед настоящим буй-буй, вот, не хватает, не хватает, а может хватает чего-то другого, вот, мне, одесскому человеку, наполовину еврею, не хватает спокойствия очень часто, не хватает, не хватает умения говорить тихим и спокойным голосом, не хватает умения не махать руками, когда разговариваешь, мне, мне в свое время, когда я приехал сюда, было трудно, потому что на меня все смотрели и говорили, а что ты орешь, и все воспринимали, что я кого-то оскорбляю тем самым, и тому подобное, да, потихоньку пришлось, ну, как, это нормально, живешь среди других людей научись жить чуть иначе, чуть-чуть, конечно, не все получается, но тем не менее, но с другой стороны, подталкивать людей к тому, чтобы они больше сражали за свое достоинство, я считаю, это нормально. Я думаю, что вне школы вообще невозможно ничего. Я вот сейчас пишу книгу о документальном кино, там у меня есть глава, я ее назвал универсальная глава, как опровергать, универсальный способ опровержения любых теорий. Значит, и там только одна фраза, я в этой главе оставляю, что, один вопрос, а что, если опровержение теории относительности начать с тщательного ее изучения? Только идея, да, дело в том, что, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы поймем, что мы живем в мире, который придумали тысячи поколений до нас, начиная с колеса и спичек. Точно то же самое в искусстве, то же самое в любом деле, а в искусстве тем более. как это опровергать школу, не понимая ее? То есть, без школы вообще ничего невозможно. Я, кстати, в этом убедился, потому что, когда я был молодой и поехал в Ленинград, в Санкт-Петербург, ну, тогда он назывался Ленинградом, и поехал поступать, я же ехал туда за дипломом, я же уже был гениален, я же уже все умел, ну, весь мир был у моих ног в этом смысле, просто он еще не признавал меня гением, понимаешь, ну, это было его недостаток. Я тогда приехал, понимая, что я их всех там научу, и когда я увидел, что умеют мои мастера, мне стало сначала страшно, а потом невероятно интересно, потому что процесс получения знаний определенной школы тайны, тебе передают тайны, невероятно интересен, невероятно интересен, и кого я вижу, кого можно было бы научить, а да, очень многих ребят, потому что когда им начинаешь рассказывать какие-то вещи, объяснять, как оно на самом деле происходит, какие законы работают, все, я вижу, как начинают гореть глаза, главное, чтобы это было не нудно, да, главное, чтобы это обучение, а это обучение, вообще любое обучение бывает нудным только в одном случае, если преподаватель не знает и не любит того, о чем он говорит, все остальные обучения невероятно интересны, невероятно, вот посмотрите на меня, я похож на человека, которому интересна философия, да нет, мне она никогда не была интересна, до тех пор, пока я не нарвался на блистательно интересного философа, преподавателя в том же Итере, да, который объяснил мне, что слово демиург, я должен был узнать значение слова демиург еще до стадии полового созревания, вот тогда мне стало интересно, и я тогда взял, открыл краткий философский словарь и начал выяснять, а что такое демиург, выяснил, заодно узнал, что такое априори, что такое перцепция, заодно я узнал, какие школы бывают философские, заодно я узнал историю философии и так далее, это безумно интересно, ребята, все это, молодых ребят, которые, в том числе здесь, в Беларуси, которые хотели бы этому научиться, очень много, очень много, как обучать сегодня, сегодня есть колоссальная возможность обучать, ну так, как и учили меня, без отрыва от производства, такая формулировка еще советская, да, то есть обучать, уже дав в руки человеку инструмент, которым он может снимать, может монтировать, может пробовать и так далее, это безумно интересно, и я думаю, что вот именно таким образом, в процессе работы надо обучать, в процессе работы, то, что раньше называлось заочной формой обучения, да и сейчас, наверное, так же называется, это самый лучший способ для режиссеров, профессионалов, я давно хотел это сделать, но не в этих условиях, не в Беларуси, в Беларуси для меня это невозможно, пока что, когда художник начинает делать что-то там по поводу политики, это же не обязательно, что он занимается политикой, он занимается конфликтами в обществе, вот в чем все дело, а данные конфликты в обществе, у нас сейчас все конфликты в обществе практически имеют свой базис, свою храневую сторону, это власть нынешняя, политическая, только политическая система, все остальные конфликты, они, конечно же, есть, но они не слышны, они просто как бы уровень боли, да, если там тебя укусил комар, но в этот момент тебе там бьют молотком по голове, ты не чувствуешь комара, мы эти тонкие конфликты, которые сейчас, которыми иногда Запад смотрит на нас удивленно, как? Вас не интересуют гендерные проблемы? Да, нас не интересуют гендерные проблемы, нас молотком пока что по голове бьют, вот когда перестанут, тогда нас будут, меня будут интересовать гендерные проблемы, а сейчас пока я их не знаю, я их не слышу, понимаете, в чем все дело, вот. любой творец, как и любой человек, это индивидуум, вот ты пришел в этот мир, что ты ему можешь нового рассказать? Ты можешь ему рассказать новое только одно, как я вас, ребята, вижу, что вокруг меня происходит, мое видение, мой взгляд на это, да, не придумки мои, реально, правду, но, мое субъективное представление об этом, именно это интереснее всего, то есть, ты должен понять главное, что во всей этой истории ты и мир, интересно только ты и мир, твое конкретно видение, это не значит, что ты правильно видишь, я всегда говорю, что там, допустим, когда я даже вот в последнем фильме сделал такой эпиграф, что всякие разговоры об объективности подачи информации, это вообще большое-большое вранье, все, кто будет вам рассказывать об объективности, это лгуны, не верьте им и тому подобное, единственная объективность, это лично мое представление о том, что происходит вокруг, вот это объективно, и если чем точнее я передам свои честные ощущения, там, без вранья самому себе главное, да, и окружающим, тем точнее и интереснее будет этот фильм, то есть индивидуальность в этом смысле она есть у каждого, это то, что нам Господь это бесценный подарок Господа Бога для любого человека, индивидуальность, да, просто некоторые люди боятся своей индивидуальности и считают, что лучше вот примкнуть к какому-нибудь стаду, не надо примыкать к стаду, не надо, особенно художнику, вообще никому не надо к стаду, а художнику тем более, но, кстати, 19 декабря в 2010 выходило не стадо, это выходили индивидуальности, их там было больше 60 тысяч индивидуальностей, и это было видно, все мы рано или поздно уйдем отсюда, из этого мира, и каждый из нас должен об этом помнить, вы знаете, я это шепотом скажу, но это тайна, но не дай Бог, помрут даже президенты, даже всенародные избранные, помрут к чертовой бабушке и предстанут перед Творцом, и дело не в том, что его надо бояться, а дело в том, что надо просто понять, что мы, для чего ты вообще сюда, здесь появился, в чем замысел, в чем замысел того же Творца, и понять его можно, понять этот замысел можно, это, вот почему, почему кто-то из нас пишет книги, почему кто-то из нас снимает кино, да, почему, а потому, а потому, что мы, созданные по образу и подобию Творца, создаем тоже какие-то миры, вымышленные, пусть на бумаге, да, как говорил Флабер, мадам Бавари, это я, он действительно прожил жизнь мадам Бавари, мы создаем миры, мы творим что-то на подобии Творца, мы творим эти миры, для того, чтобы прожить какие-то новые ощущения, пережить, для того, чтобы прожить какие-то другие жизни, вот ты столько раз жил, сколько ты книжек прочитал, вот столько жизней ты прожил, столько, сколько ты фильмов интересных посмотрел, я сейчас говорю не о поделках, а о таких, то есть, вот, собственно говоря, в этом может быть и замысел, что мы должны пережить огромное количество каких-то ощущений, каких-то, каких-то жизней прожить очень много, чем больше ты прожил этих жизней, да, тем лучше, тем полновеснее твоя жизнь, это то, что будет с нами, мы все уйдем, но мы все, почти все, кто хочет, мы можем прожить очень много жизней, очень много, успеть, успеть хлебнуть в хорошем смысле вот этого напитка под названием жизнь, да, а это огромный, шикарный коктейль, да, а что касается кино, то я должен разочаровать скептиков, кино, в общем, будет жить и дальше, в этом смысле я могу сказать свой любимый тост, что слава Богу, что кино не с нас началось и не нами кончится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok